В молодежном центре «Патриот» прошел круглый стол, посвященный герою Советского Союза Дмитрию Лавриненко. Историки, педагоги, краеведы, ветераны и, конечно, школьники собрались вместе, чтобы обсудить новые факты знакового сражения осени 1941 года. Подробности в репортаже моей коллеги. Имя танкового аса Дмитрия Лавриненко в Серпухове знает почти каждый. Самый результативный танкист Красной Армии принял участие в сражении за Серпухов 19 октября 1941 года. «Жители Серпухова слагают о нём легенды. Мы не хотим развеять эти легенды, но мы хотим показать Лавриненко со стороны исторических документов. Причём не только советских, но и немецких документов. Удалось найти данные в архивах Германии». Оператор телеканала РЕН-ТВ «Серпухов» Михаил Панкратев участвовал в создании нескольких документальных фильмов о Дмитрии Лавриненко. Искать место боя тогда пришлось наугад. Сейчас, согласно найденным архивам, оно определено точно. «Мы выехали и смотрели на месте, где это происходило. Нашли этот мост, там старый свай, даже от старого моста остались. Погружаться интересно, потому что узнаёшь такие факты о войне, которых до этого себе даже не представлял. И особенно с учётом того, что это происходило рядом с тем местом, где ты живёшь». Идея проведения мероприятия, посвящённого Герою Советского Союза, возникла одновременно в Молодёжном центре «Патриот» и историческом отделе Серпуховского музея. Все желающие могли подискусировать на тему правильности оценки исторических событий, дополнить информацию о сражении или попытаться оспорить её. Разговор получился живым. «Некоторые историки говорят так, некоторые так, у кого-то своё видение на это. Но я думаю, что это всё равно интересно узнать другие точки зрения. Я сегодня узнала очень много нового о Героях Земли, которые были в Серпухове, о сражениях, которые были в Серпухове». Подобное мероприятие с участием представителей общественности в городе прошло впервые. В перспективе будут организованы и другие встречи, посвящённые судьбам Героев Земли Серпуховской. Редактор субтитров А.Семкин